Девушки отдыхают Девушки отдыхают Борьба на поясах – древнейший вид спорта. Историки утверждают, что ему не менее 3000 лет. Кстати, ошибочно мнение, что борьба на поясах – чисто азиатский вид спорта. Ареал этого боевого искусства охватывает всю Европу. Правда, у каждого народа своя специфика борьбы на поясах. Роберт Кларк приехал в Салават на чемпионат мира из Америки. Полицейские из Филадельфии служат в отделе по борьбе с наркотиками. Благодаря своему тренеру, выходцу из России, Михаилу Козинске, Роберт освоил сначала самбо. Самооборона без оружия не раз помогала американскому полицейскому задерживать опасных преступников. А в прошлом году Роберт впервые принял участие в чемпионате мира по борьбе на поясах. Этот техничный вид борьбы понравился американцу. И сегодня Роберт Кларк активно популяризирует борьбу на поясах у себя на родине. Мне очень приятно, что в вашей стране борьбе придается такое важное значение. Развиваются разные виды борьбы – национальное, классическое, боевые единоборства. Я желаю успехов россиянам в этом прекрасном начинании. Очевидно, что сегодня борьба на поясах переживает свое второе рождение. Она официально включена в мировую сеть неолимпийских видов спорта. Была в программе Всемирной универсиады в Казани. Ежегодно проводятся чемпионаты мира по борьбе на поясах. Один из главных вдохновителей и организаторов нынешнего турнира, депутат Государственной думы Марсель Юсупов, считает, что у борьбы на поясах большое будущее. И, кто знает, может быть даже в олимпийском движении. Борьба на поясах – это исторический вид спорта, которому гораздо больше возраст, чем любому, наверное, современному. Отсюда вышли и самбо, и дзюдо, и многие-многие виды борьбы, которые сегодня культивируются в мире. Такой чемпионат вне регионального центра проводится впервые. Ну, я думаю, что и город, и все способствует тому, чтобы это было на самом высоком уровне. Это действительно хорошее мероприятие. И очень приятно, что все, кто приехал сюда, увидят Башказахстан не только в виде Уфы, а вот посмотрят ее красоту и таких вот городах, как Салава. Любовь к борьбе, бизнесмену и политику еще с детства привил отец. Харис Монасипович Юсупов – легендарный человек, которого все знают. Всю свою жизнь этот великий тренер и спортсмен отдал популяризации борьбы. И сегодня дело отца продолжают сыновья. Морис Юсупов – мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации. Сегодня он сам тренирует борцов. В прошлом году он возглавил Всероссийскую Федерацию борьбы на поясах и немало сил приложил к тому, чтобы очередной чемпионат прошел именно в Башказахстане, в Салавате, и собрал такую представительную когорту участников. Вот сейчас здесь благодаря Беларусь, Беларусь и Беларусь. Представители не только рады, но и рады, и даже и мощные древности борьбы. Вольные борьбы, в Салавате, в Салавате. Поэтому они обогатят друг друга своим опытом, опытом рады, стилю борьбы. Я очень рад, что здесь присутствуют очень новые вещи. Первый день чемпионата тон задавали вольники. Кстати, именно вольный стиль борьбы был представлен наибольшим количеством стран-участниц. А накал страстей во время схваток достигал предела. Спорных моментов было очень много, однако организаторы турнира продумали все до мелочей. Все движения спортсменов записывали камеры, и судьи, прежде чем назвать победителя, могли проанализировать на большом экране каждую схватку. Кто сказал, что у борьбы не женское лицо? Программа «Мир настоящих мужчин», конечно, посвящена настоящим мужским занятиям и увлечениям. Однако во всем бывают исключения. Ничуть не уступала суровым мужчинам в мастерстве и стремлении к победе на чемпионате прекрасная половина человечества. В схватках на ковре девушки выкладывались полностью. До слез хотелось многим одержать победу. Субтитры создавал DimaTorzok Гульбадан Баба Муратова – неоднократная чемпионка мира по самбо. В семье туркменской Самбиски почти все борцы. Гульбадан вспоминает, даже когда я была маленькой девочкой, я боролась. Правда, сегодня Гульбадан сложно познакомиться с парнем. Побаиваются ребята. Не женское дело, да, вообще бороться. Это же мужчины должны этим заниматься. А я люблю борьбу. Наставница Гульбадан Насиба Суркиева впервые приняла участие в чемпионате по борьбе на поясах в 2002 году. По ее словам, в Туркмении этому виду борьбы придается очень большое значение. Туркменская женщина, конечно, по традициям придерживается исламских канонов. Но это и мешает ее спортивному росту и самоутверждению в мире настоящих мужчин. Первый раз в борьбе в 2002 году на первом чемпионате мира борьбы на поясах. И я знаю, что с 2002 года она развивается, и участников, скажем, года все больше и больше. Люди как-то, то, что наши предки боролись, вот это, видимо, как-то потихоньку сказывает в генах, вот это все. И большинство людей, спортсменов, изъявляет желание вот участвовать в этих соревнованиях. Мы гордимся, что мы туркменки, вот участвуем на таких соревнованиях, выиграем, доказываем, что наша национальная борьба, вот мы можем что-то сказать. Однако пусть слово «борьба» и женского рода, но тон в этом виде спорта все же задают мужчины. Перейдем от исключений к нормам. Чемпионат мира по борьбе на поясах, прошедший в Салавате, вошел в историю как золотой для Российской Федерации. Из 19 золотых разыгранных медалей, 18, как пишет российская газета, завоевали российские спортсмены. И, кстати, две важные золотые медали в общей копилке – заслуга башкирских борцов. В вольном стиле в первый день чемпионата лучшим из лучших стал наш земляк, тяжеловес Рустем Арсланов. Впечатление просто в финале чемпионата страны, мы с ним боролись. Я тоже так вышел самоуверенно, сейчас красочно выигрываю. И что-то наделал ошибку, ошибок, 5-0 проигрывал. Потом собрался и выигрывал все равно чистым броском. А здесь, чтобы не экспериментировать, чтобы наверняка сделал балл и провел тактическую работу. Организация хорошая, творец прекраснейший. С золотой стеной помогает. Было довольно-таки комфортно. Среди российских классиков борьбы на поясах отличился Альберт Рахматуллин. Как признались башкирские борцы, одержать победу помогали родные стены и огромное участие болельщиков. Победа на борцовском поединке издревле была самой почетной победой среди настоящих мужчин, воинов. Когда-то так решались споры между народами и государствами. Победители в этих поединках становились народными героями. О них слагались песни. Во время открытия чемпионата мира по борьбе на поясах легендарная паралимпийская чемпионка Римма Баталова, обращаясь к участникам турнира, отметила. Нет в жизни спортсмена лучших мгновений, чем стоять под поднимающимися к небу с тягом родины и слушать гимн отчизны. Победители меня это знают. Когда вы находились в Великоле, и в честь себя играет путь в моей стороне, в высокие муруты, в твоей жизни и ворону. Удачи вам! Сила, воля плюс характер. Молодец! Пел незабвенный Володя Высоцкий в своей шуточной песне о спорте. Пусть дорожки разные и лиги разные, и весовые категории, и возрастные тоже. Цель одна – победа. И правила без исключений. И награда самая высокая, когда сладкие слезы наворачиваются у крутых мужчин, стоящих на вершине пьедестала. Ради этого стоит бороться, пока есть силы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова